Доброе утро, друзья! Начинайте этот день вместе с нами. Если вы еще не проснулись, тогда мы идем к вам. Точнее сказать, мы уже пришли и рады вам сообщать самые интересные, самые добрые и яркие новости. Для вас в прямом эфире работает Александр Ткачев и Салия Салямова. Напоминаю, что работаем мы сразу на двух телеканалах. Первый Крымский и Крым-24. И сегодня в течение двух часов нам есть, что вам рассказать. Будем говорить, конечно же, о предстоящих событиях, мероприятиях, приуроченных 9 мая. Очень много для вас подготовили информации, но сейчас перейдем, наверное, к другим новостям. Самое время. Да, самое время рассказать о них, что же произошло у нас в Крыму за последние 24 часа. И как эти события увидели наши журналисты. Они не искали славы и почести, не думали о наградах только победить. В поселке Научный Бахчисарайского района открыт памятный знак бойцам погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориал появился по инициативе председателя Госсовета Крыма и за счет личных средств депутатов. Он уже 12-й по счету. Такой подарок в канун Дня Победы особенно важен для местных жителей. В этих краях шли ожесточенные бои. Вместе со всеми чествовала героев Елена Бережная. Под звуки оркестра в Центре Научного люди собираются целыми семьями. Здесь открывается памятный знак, посвященный мужеству и героизму советских воинов. Пусть живет в веках подвиг советского солдата. Эти слова будут напоминать о героическом прошлом, будущем поколениям. А сама площадка, где открыт мемориал, станет одним из самых знаковых мест в Научном. Для ветерана Великой Отечественной войны Олега Алексеевича это подарок ко Дню Победы. В свои 90 с лишним он в строю. Сам на фронт так и не попал. Работал в тылу. Писал письма, но мне прислал командующий бронетанскими войсками. Письмо ответил мне, что я должен учиться. А я не хотел учиться. Я хотел на фронт скорее защищать, потому что без меня война не кончится. Победный май никогда не забудет и Раиса Антоновна. Когда началась война, она была ребенком. Говорит, главное, что сегодня над головой мирное небо. Но заплатить за него пришлось большую цену. Всю жизнь нужно помнить. Те, которые нам жизнь дали. И нам дали, и им дали. Молодежи пусть помнят, пусть знают, что наши отцы, деды, прадеды. И мы, дети малые, тоже работали, защищали. К новому мемориалу жители и гости поселка возлагают цветы. Красные гвоздики в руках крымского спикера Владимира Константинова. Он вырос в Научном и хорошо знает историю поселка. Каждый метр здесь палит кровью. Когда я был маленьким мальчишком, буквально отсюда в 50 метрах стояла зенитная батарея. Поэтому крымская земляна так устроена, что эти памятники можно на каждом метре делать. Вот только закончили этот памятник, и сотни людей сюда пошли. То есть вот настолько это было ожидаемо и нужно людям. В память о героях минута молчания и оружейные залпы. Научный не забудет. Рев моторов, визг тормозов, восторженные крики зрителей и отчаянные пилоты гоночных машин. Такой он дрифт по-крымски. Соревнования в этом виде спорта проводятся на полуострове второй год и проходят на взлетной полосе бывшего военного аэродрома в поселке Октябрьское. Не упустил случай прокатиться с ветерком и наш корреспондент Юрий Авдеев. В соревнованиях участвуют самые различные машины от ветеранов отечественного автопрома до зарубежных авто самых элитных марок. Впрочем, после модификаций от прежнего транспортного средства остается только кузов и название. Так как здесь в чемпионате очень свободный регламент, позволяют многие доработки, такие как замена мотора, замена турбин. Поэтому в целом мощность достаточно большая. То есть самая слабая машина в чемпионате это порядка 250 сил уже, что уже немало. И из-за этого конкуренция между Жигулями и Порши очень-очень достойная. Побороться за Кубок Крыма приехали 30 экипажей из всех городов полуострова и гости с материка. Материковая Россия увлечена дрифтом давно. В Крыму соревнования проводятся только второй год. Прародителями дрифта были японские пилоты, которые сначала начинали с улиц, потом пришли в официальные соревнования. И зародилась такая традиция в Японии проводить чемпионаты, которые проводились на разных видах трасс, площадках, горных дорогах и так далее. Каждая машина готовится к гонкам по особому регламенту. На огромных скоростях нужна максимальная безопасность. Каркас безопасности в первую очередь, чтобы при столкновении не было проблем. Ремни омалогированные должны быть, чтобы держали вас сиденье. Нужно очень много резины, тренировки, квалификации, парные заезды. Нужен хороший гидравлический ручник и, естественно, уметь контролировать управляемым заносом. Дрифт – очень дорогое увлечение. Шины горят в буквальном смысле слова. Для того, чтобы довести резину до такого состояния, нужно всего лишь 5-6 заездов. Длительность каждого 15-20 секунд. Полторы минуты – и добротная резина превращается в непотребный хлам. Техосмотр для гоночных машин нужен после каждого заезда. Роль механика в ранге ангела-хранителя. От него зависит и жизнь пилота, и сохранность железного коня. Просто руками лезешь в горячий мотор, обжигаешься, но ради того, чтобы вышел пилот на трек, приходится жертвовать. У каждой команды есть собственная группа поддержки. Девушки-фанатки тоже неплохо разбираются в технике. На стяжку креплю порог. Вообще несложно. Все просто. Все главное в кайф. Этому экипажу не повезло. Выбыл из гонок до начала соревнований. Прошли только тренировочные заезды. Юрий Невский – один из очевидных фаворитов соревнований. Он чемпион Башкирии по дрифту. Катается по всей России. Крымский дрифт для него – один из многочисленных эпизодов на пути к международному успеху. Планы – проехать весь сезон российской дрифт-серии, юг и запад, и тренироваться, набивать скилл, повышать уровень мастерства. Возьмете потренироваться с собой? Да, конечно. Поехали. Поехали. Крымский этап соревнований по дрифту собрал много молодых участников. Некоторые впервые вышли на трассу соревнований такого уровня. И какой же русский не любит быстрой езды? Несмотря на отсутствие традиций по дрифту, он в нашей стране набирает все больше оборотов. И можно не сомневаться, зная упорство наших людей, что в скором времени этот вид спорта выйдет из любительского класса, и наши пилоты будут показывать класс на международных соревнованиях. Юрий Авдеев, Семен Мед Кукчиев, Новости 24, Красногвардейский район. Такими были все новости данного выпуска. Ну а мы, конечно же, продолжаем следить за развитием событий, которые происходят не только в Крыму, но и в России, и в мире, конечно же. В традиции дело наживное. Ну, я думаю, что у нас уже сложилась добрая традиция общаться с радиейной студией, которая прямо сейчас с нами на связи. Доброе утро, коллеги! Доброе утро! Доброе утро! Рады вас приветствовать и хотим сразу же поздравить с Днем Радио Россия. Спасибо! Спасибо! Что у вас сегодня на повестке дня? Ну, у нас сегодня первая тема посвящена безопасности аттракционов в наших парках развлечений. Вспоминаем аварию, которая произошла в городе Феодосия на этих выходных, когда упал воздушный шар, подскочил, на остаточном газе пролетела 10 километров девочка 12-летняя. Посмотрим на эту аварию через призновую серию происшествий, которые произошли в Москве. Там погибли крымчане, трое крымчан уже точно, два человека из Севастополя, это Мичман с крейсера, адмирал Кузнецов и Галина Николаевна Гржебовская, племянник, там погиб. Странное совпадение, самолет сажал диспетчер родом из Симферополя. По своей сути, это большая крымская трагедия. Очень много крымчан причастны к тому, что произошло на полосе аэропорта Шереметьево. Как-то так. Мы присоединяемся к траурным событиям и тоже сегодня будем рассказывать, безусловно, это то событие, которое нужно освещать. Вы лучше не соболезнуйте траурным событиям, присоединяться к ним не надо. Коллеги, спасибо, удачного эфира. Спасибо большое. Ну а мы продолжаем эфиры и сейчас самое время, наверное, рассказать о синаптической ситуации сегодня в Крыму. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Напоминаем, что прекрасная солнечная погода несет и некоторую опасность. Дело все в том, что в Крыму с 6 по 8 мая ожидается чрезвычайная пожароопасность. Ну а я бы хотела озвучить со своей стороны те температурные показатели, которые будут в столице крымской. В Симферополе сегодня ожидается переменная облачность, но и также ожидается днем кратковременный дождь с грозой. Насколько я знаю, дождь уже даже пошел. И днем воздух прогреется до 21 градуса. В Севастополе 7 мая ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 16 градусов, а ночью до 12-10 градусов тепла. На южном берегу Крыма там немного теплее, там воздух прогреется до 17 градусов, но также ожидаются дожди и переменная облачность. В Керчи переменная облачность и кратковременный дождь. Воздух прогреется до 16 градусов тепла ночью и до 23 градусов тепла днем. Но стоит отметить, несмотря на то, какой бы была, не была бы погода, все равно те мероприятия, которые запланированы в честь Дня Победы, они, конечно же, состоятся. Я знаю, что сегодня будет проведен парад, репетиция Парада Победы. Обязательно посетите это мероприятие. Но о других мероприятиях, которые сегодня состоятся, предлагаем узнать прямо сейчас. Кукольный театр Это сказка о необычной дружбе котенка и его друга-щенка. В пьесе есть множество забавных историй, связанных с этими персонажами. Начало спектакля в 10 и 11.30. На больших экранах фильм «Последствия» с Кирой Найтли в главной роли. Действия происходят в послевоенное время в Германии. Главная героиня приезжает в полуразрушенный Гамбург, чтобы воссоединиться со своим мужем. Вместе с супругами в доме поселяется и немецкий вдовец. Чем обернется такое сожительство? Киносеансы вы можете выбрать сами. Самым маленьким зрителям придется по душе российская комедия «Домовой». Это история о маленькой семье. Мама с дочкой переезжают в новую квартиру. Вскоре они обнаруживают, что в новом доме они не одни. Таинственный жилет сделает все возможное, чтобы выселить семью. А вот получится ли? Сеансы проходят в утренние часы. Салия, скажи, можно ли назвать домашних животных домовыми? Домовыми? Ну, смотря что вкладывать в это понятие, не знаю. Но расскажи мне. А тут была одна интересная история, которую выложили в сеть. Дело все в том, что прекрасная женщина завела себе кота, который оказался не просто котом, а еще и любвеобильным котом в самом широком понимании смысла этого слова. И он очень часто уходил гулять, и женщина не знала, куда же он делся. Но дело в том, что однажды кот вернулся, и вернулся, так сказать, не с пустыми лапами. У него на ошейнике была прикреплена записка от соседей, в которой было написано, что кот, оказывается, очень часто их посещает, и особенно ему приглянулась их ванна. И соседи написали, если вы будете его искать, приходите к нам. Скорее всего, он находится в нашей ванне. Надо отметить, что женщина не отличалась ревностным характером и отнеслась к этой ситуации с иронией. Дорогие друзья, если у вас еще нет домашнего питомца, но вы очень этого хотите, то как раз следующий сюжет для вас. Саша, ну вот мы с тобой сегодня уже говорили о том, что хоть погода ожидается не очень неблагоприятная, хотя у природы нет плохой погоды, тем не менее. Это не останавливает сотрудников Крымспаса от того, чтобы подготовить пляжи к урортному сезону, а в частности их обследовать. И вот, например, уже было приблизительно около ста пляжей проверено на то, чтобы они были готовы к началу лета. Более того, накануне водолазы-спасатели провели обследование акватории в Коктебеле, и очень много интересного было найдено на дне. Арматура, остатки резины, шины, все что угодно, только ничего хорошего. Но, тем не менее, все это будет потом ликвидировано, убрано, но понимаете, что это очень опасно. Если вы вдруг будете прыгать с пирса, можете наткнуться на все, что угодно. Но, тем не менее, министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил, что количество пляжей в этом сезоне будет увеличено на 3%. То есть будет работать до 460 пляжей. Это намного больше, чем в прошлом году. Поэтому пляжи нужно, конечно же, обследовать на наличие мусора. Это очень нехорошо, если гости полуострова столкнутся с загрязнениями. Но что касается пикников, то это тоже очень важная тема, которая, безусловно, тревожит крымчан, особенно в преддверии наших праздников и в их течении, скажем так. И вот следующий сюжет как раз об этом. Юлия работает продавцом на рынке с 18 лет. Свою работу любит и о товаре знает все. Посоветует, какую часть выбрать на то или иное блюдо и как правильно выбрать хорошее мясо. Проверять надо вот так. Наживаешь пальчиком, он должен как кружитка подняться. Это первый признак свежести мяса. Вот такие части тоже на шашлычок берут. Очень вкусненько. Вот так мы рубим их красивенько. На решеточку, на мангарчик. Соль, перчик, оливковое масло. На костре самое вкусное мясо. Свежая свинина должна быть светло-розового цвета. Чтобы шашлык получился сочным, лучше всего выбирать мясо с прожилками. Лопаточная часть вам обойдется в 280 рублей. Если косточка большая, то в 270. Антрикот в 300. Ну а филейная часть, она же шейная или почечная, в 350. Но свинину любят не все. Многие предпочитают баранину. На шашлык лучше всего подойдет антрикот. 550 рублей за килограмм. И задняя часть 450. Есть и ценители говядины. В среднем она вам обойдется в 850 рублей. Почечную филе вырезка. У нас ее сейчас нет, потому что мы продали. Ее в первую очередь разбирают. Все готовят шашлыки сегодня. Свежая говядина имеет красный насыщенный цвет. Если она коричневая, значит вкусное блюдо приготовить будет гораздо сложнее. Ну а чтобы шашлык не стал резиновым, мясо нужно хорошенько промариновать. Тогда и готовится оно быстрее. А вот с маринадом для рыбы стоит быть осторожнее. На шашлык из рыбы традиционно берут, конечно же, семгу. Она вам обойдется в 1000 рублей за килограмм. Ну и также пеленга используется спросом. Это 300 рублей. Вообще на шашлык подойдет практически любая рыба. Главное, чтобы не была замороженной. Ее запекают в фольге или просто жарят на решетке. Ну и, конечно, какой пикник без овощей? Свежие помидоры, огурцы, зелень. Аж самой захотелось на природу. Любители запеченных овощей, как правило, готовят шашлык из грибов, кабачков и помидоров. Картофель можно запечь в фольге на углях. Всего на продукты для пикника при покупке мяса или рыбы, например, на троих человек, уйдет не более 1000 рублей. Если, конечно, выбор пал не на семгу в качестве основного блюда, выбираясь на природу, не забывайте про пожароопасный сезон. Тщательно тушите костры и забирайте после себя мусор. Берегите природу. Ксения Шарапановская, Алим Велиев. Утро нового дня. Нужно напомнить, что, к сожалению, майские праздники были омрачены трагедией. Глава Республики Крым выразил соболезнования в связи с катастрофой, произошедшей в аэропорту Шереметьево. По данным Следственного комитета Российской Федерации, погиб 41 человек. С глубокой скорбью и болью воспринял известие о трагедии в аэропорту Шереметьево, в результате которой погибли и пострадали люди. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Выразил слова поддержки Сергей Аксонов. Пассажирский самолет авиакомпании Аэрофлот, следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при посадке. Нужно сказать, что на борту находилось 78 человек. Среди них и семья Власовых, это крымчане. Вот Роман Власов, он учился в Черноморском высшем военном училище имени Нахимова на четвертом курсе. И вместе с женой уже летел на службу. Он служил на тяжелом авианесущем крейтере адмирал Кузнецов. И возвращались они вместе в Североморск. К сожалению, нужно отметить, что эта трагедия отчасти касается всех крымчан. Потому что два человека на борту были родом из Крыма. Такая горестная ситуация. И мы, я думаю, что абсолютно все выражают свои соболезнования в связи с этим. Эта дата, безусловно, является черной меткой на этих майских праздниках. Но о том, чем славен сегодняшний день, давайте поговорим в хронографе. В этот день, 264 года назад, свои двери открыл Московский университет имени Ломоносова. Крупнейший в России тут обучается больше 45 тысяч человек. Учреждение включает 40 факультетов, 15 научно-исследовательских институтов, около 750 кафедр, отделов и лабораторий. Филиалы университет работают в Севастополе, Ташкенте, Астане, Баку, Душанбе, Ереване. 7 мая 1824 года в Вене впервые исполнили 9 симфонию Людвига ван Бетховена. Практически оглохший композитор написал произведение за два года. Опус включает в себя знаменитую «Оду к радости», ставшую гимном Европейского Союза. 9 симфония – один из самых ярких примеров мировой музыки, когда автор использовал человеческий голос в одном ряду с оркестровыми инструментами. 7 мая 1840 года родился Петр Чайковский, выдающийся композитор, педагог и дирижер. Автор творил во всех известных жанрах. Чайковский официально признан самым исполняемым композитором в мире. 7 мая 1861 года родился Робин Ранат Тагор, индийский писатель, поэт, общественный деятель. Он стал первым миниевропейцем, удостоенным Нобелевской премии по литературе. Тагор – автор лирических произведений, романов на политические и социальные темы. Многие из них включены в обязательный курс школьной литературы. 7 мая 1895 года в Петербурге русский физико-электротехник Александр Попов продемонстрировал изобретение, ставшее прототипом радиоприемника. Открытие Попова положило начало всеобщей информатизации. Именно поэтому сегодня, 7 мая, отмечается Международный день радио. 7 мая 1946 года родился Владимир Бартко. Кинорежиссер, сценарист, народный артист России и Украины, политический деятель. Всенародную любовь искали такие его картины, как «Собачье сердце», «Идиот» мастером Маргарита. Ну что же, еще раз поздравляем всех, кто связан с радио, с их, собственно, профессиональным праздником. Ну а также музыкантов, потому что напомню, что сегодня родился Петр Ильич Чайковский. И его творчество в некоторых местах тесно связано с Крымом. Дело все в том, что он неоднократно посещал наш солнечный полуостров. И, в частности, в своих дневниках упоминал о путешествии из Новороссийска в Феодосию, а из Феодосии в Керчи. Напомню, что некоторые самые известные его произведения, в частности, романс «Нам звезды кроткие сияли» на слова Константина Романова, известного великого князя, написаны в Крыму и в честь Крыма. Поэтому вот такая яркая новость. И яркая личность. И яркая личность. Но что касается его путешествия, я думаю, что если бы он сегодня путешествовал, ему было бы очень интересно узнать, сколько же стоило бы его путешествие, сколько бы он потратил на топливо. Цены на топливо прямо сейчас. Ведь на самом деле они тревожат не только Чайковского, но и всех остальных крымчан, кто пользуется автотранспортом. Итак, литр газа сегодня стоит 26 рублей 84 копейки за один литр. Дизельное топливо 50 рублей 29 копеек. 92-й бензин 46 рублей 36 копеек. 95-й бензин 50 рублей 4 копейки и 98-й 56 рублей 39 копеек. Что же касается цен на валюты, которые гораздо более подвержены колебаниям, мы о них вам расскажем прямо сейчас. Доллар сегодня равняется 65 рублям 33 копейкам, а евро 73 рублям и 10 копейкам. Обе валюты за последние сутки поднялись в цене порядка 5 копеек. Это немного, но тем не менее такая тенденция тоже присутствует. Таковы, собственно говоря, динамические сдвиги на фондовом валютном рынке. А у меня есть информация, которая будет тоже интересна водителям. Но, кстати, не только им, а вообще всем симферопольцам и крымчанам. Это то, что 9 мая, как все мы знаем, пройдет военный парад, посвященный Дню Победы. И он соберет почти тысячу военнослужащих. И там же пройдет колонна из 37 единиц военной техники. Парад начнется традиционно в 10 утра, ну а в 10 вечера состоится артиллерийский салют. Стоит отметить, что в гарнизонах уже прошли репетиции парада. И вообще техника полностью обслужена, готова к празднику. Всего в парадах в России примут участие более 60 тысяч военнослужащих. Будет задействовано 50-15 тысяч единиц военной техники и почти 140 самолетов. И прогремит 17 артиллерийских салютов. Ну и стоит отметить, что 9 мая наша телерадиокомпания, она организует специальный телемарафон, в котором примем участие, конечно же, и мы. В течение всего дня мы будем показывать в прямом эфире парад и рассказывать о вообще событиях, связанных с этим великим днем. Поэтому не пропустите, будет очень интересно. Ну? Я бы хотел дополнить, что отрадно, что люди в России помнят это событие и относятся к этому как к чему-то почти родному. В частности, инициативная группа запустила сайт, который называется «Мой полк». И в этом, собственно говоря, сайте изложено... Каждый желающий может изложить историю своего родственника. Вот мы сейчас показываем на экранах, как это выглядит. Вот рядом... Сейчас, прямо рядом с нами на экране, вы можете увидеть, как выглядит эта страница. Вот именно так здесь все россияне размещают историю своих дедушек и бабушек, которые, конечно же, воевали в войне. Там, кстати, можно и найти своего дедушку-бабушку. То есть там есть волонтеры, которые готовы найти информацию о вашем герое. Сюда можно вбить в поисковик фамилию и имя. Вот здесь видна строка и курсор, который показывает. И, в общем-то, этот сайт используется также для архивных данных. Очень полезная информация. Поэтому, дорогие друзья, если у вас есть чем поделиться, милости просим. Расскажите о своих людях, которые приблизили победу и подарили нам мир. Ну, а самое главное, если вы хотите узнать информацию о своем дедушке, то тоже там вы найдете такую помощь благодаря волонтерам, которые будут ради вас поднимать все архивы. Ну, а также вы можете найти все новости, связанные с приближающимся днем, в том числе о том, где, как и когда состоятся парады в разных городах. Что касается парадов и ветеранов, то наш канал подготовил целый ряд сюжетов про тех людей, которые еще помнят победу. И один из них прямо сейчас. Кто говорит, что не страшно, говорит, не верьте. Говорите правду. На войне страшно. Тем более страшно, когда ты только окончил школу, а уже знаешь войну в лицо. Наш герой не сразу попал на фронт, возраст не позволил. Юноша ждал совершеннолетия, только чтобы поскорее отправиться воевать. К рядам советской армии он присоединился лишь в апреле 1944 года, когда большую часть Крыма уже удалось освободить. Но герои еще нужны были родине. Среди них оказался и Иван Гребенюк. Начали раздавать оружие, форму, правда, новую дали всем. И стоять пулеметом. Я говорю, а это кому? А он для хиранта, ты для чего? Так с 34-килограммовым станком на плечах юноша и пошел. Сначала до Перекопа, потом до Севастополя. Там в первых рядах штурмовал Сапунгору. Вспоминает, что в этой мясорубке не видно было солнца. Небо затмили дым и пыль. Немцы завзятые были. А мы уже наступали без ничего. Голая винтовка или пушки все на себя тянули. По 60-й ложили. Ну, понял, 300 пуль лететь в минуту. Снаряды рвались все ближе и ближе. А один совсем рядом. От осколков Ивана Гребенюка контузило. Но и именно это спасло от смерти. Ведь тогда каждый четвертый погибал. Ему повезло. Это же везение спасет его и в Литве. В землянку, в которой солдат сушил порох, попал снаряд. Огонь, что у печки был, упал на этот порох. А порох свое дело сделал. Поднял на воздух землянку. Но кто был там близко, погибли. А нас три человека спасло. У юноши обгорело лицо, плечи. На руках кожи практически не осталось. В таком состоянии поездом срочно доставили в Серпухов. Три месяца восстанавливался в госпитале, который вспоминает с теплотой. У вас самая дорогая. Почему? Ну, так ухаживали девчонки. Ухаживали, а это же вроде немножко и дружили. На его счету освобожденные Бахчисарай, Севастополь, Шауляй, Ауцы и Онишкис. День победы застал героя в поезде. Их, раненых, неокрепших солдат, отправили долечиваться за Урал. Я на второй полке лежу. Один на низу, постарше у меня был. Говорит, что такое, Ваня? Не пойму. И танцуют, и плачут. Потом забегает старшая по вагону. Говорит, солдаты, война кончилась. После войны 30 лет работал на железной дороге. Сейчас вместе с дочерью живет в Нижнегорском районе. Говорит, что самая дорогая сердцу медаль за отвагу. Самая важная книга – дневник ветерана, где написаны невыдуманные истории таких же героев, как и он. Салия Салямова, Игорь Сюткин. Утро нового дня. Саша, ты знаешь, когда я делала этот материал, я пришла к одной мысли, что мне очень повезло. Мне очень повезло застать такого героя в живых, пообщаться с ним, пообщаться с ним лично, узнать его историю, узнать об этом подвиге. Потому что таких людей, к сожалению, остается все меньше и меньше. И для многих молодых людей сегодня героями являются артисты, певцы. Они не понимают уже, что такое подвиг, кто такой настоящий герой. Специально для таких людей наш телеканал совместно с Театром имени Горького подготовил ряд сюжетов, в которых мы совместно с артистами рассказываем отрывки, фрагменты прекрасного произведения Твардовского, Василия Теркина. И один из них прямо сейчас. Субтитры подогнал «Симон» По дороге при фронтовой, запоясан, как в строю, шел боец в шинели новой. Догонял свой полк стрелковый роту первую свою. Вдруг сигнал за поворотом. Дверцу выбросил шофер, говорит, садись, пехота, щеки снегом бы натер. Далеко на фронт, обратно, руку вылечу. Понятно. Не герой, пока места нет. Доставай тогда кесет. Грузовик гремит трехтонный. Вдруг колонна впереди. Будь ты пеший или конный, А с машиной стой и жди. Вот беда. Во всей колонне завалящей нет гармонии, А мороз не встать, не сесть. Снял перчатки, Рек в ладони. Слышит вдруг. Гармонь-то есть. Поминай снег зернистый, В переменку пляс, не пляс. Возле танка два танкиста Греют ноги про запас. Так сыграть бы на дорожку. Да сыграть оно не вред. В чем же дело? Чья гармошка? Чья была, того, брат, нет. Ну, нельзя, так уж нельзя. Я ведь сам понять умею. Я, вторую, брат, войну, И ранения имею, И контузию одну. Но ведь сами посудите. Может, завтра с места в бой. Знаешь что? Сказал водитель. Ну, сыграй ты, шут с тобой. И о той гармошке старой, Что стала с сиротой, Как-то вдруг Теплее стало На дороге фронтовой. От машин заиндевелых Шел народ, как на огонь. И кому какое дело? Кто играет? Чья гармонь? Хоть бы что, ребятам, этим? С места, в воду и в огонь. Все, что может быть на свете, Хоть бы что. Гудит гармонь, Выговаривает чисто. До души доносит звук. И сказали два танкиста Гармонисту. Знаешь, друг, Не знакомы ли мы с тобою? Не тебя ли это, брат? Что-то, помнится, из боя Доставляли мы в самбат. Вся в крови была одежда И просил ты пить, да пить. Приглушил гармонь. Ну что же, Очень даже может быть. Нам теперь стоять в ремонте. У тебя маршрут иной. Это точно. А гармонь-то, Знаешь что? Бери с собой. И сапушки отдаленной, Из-за тысячи колес Из конца в конец колонны По машинам донеслось. И опять валы с горки, Снег до елки с двух сторон. Едет дальше Вася Теркин. Это был, конечно, он. Саша, ты знаешь, многие в соцсетях обеспокоены тем, что вечный огонь в Симферополе потушен. На самом деле это не так. Это проводятся профилактические работы в преддверии 9 мая, и его функционирование приостановлено. Приостановлено временно, и уже 7 мая в 15.00 пламя вновь будет согревать своим цветом окружающих. Более того, скажу, что это не в первый раз в этом году. Всего три раза в этом году тушили пламя, и каждый раз оно зажигалось вновь. Поэтому, дорогие друзья, не переживайте, будет пламя. Ну, а сейчас мы перейдем к другой теме, но, конечно же, все равно связаны с приближающимся праздником. Будем говорить о том, какие мероприятия у нас в ближайшее время, и как это все будет организовано. И у нас в гостях уже есть гости. Это Анастасия Лавринова, начальник управления транспорта и связи администрации города Симферополь. Доброе утро. Здравствуйте. Рада вас приветствовать. Взаимно. Как вы готовитесь к празднику? Лично вы, расскажите. Лично мы, учитывая, что у нас все-таки будет масштабное перекрытие до центральной части города, то наши перевозчики, обеспечивающие перевозку пассажиров на городских маршрутах, с ними проведено совещание, они уведомлены о том, что движение не прекращается с перекрытием в центральной части города, а будут объездные пути. Это такие улицы, как Павленко-Маяковского, если со стороны жидовокзала, и такие улицы, как Пролетарская, Шмидта, Киевская. Это уже со стороны центральной части города. Скажите, ну я вот имею в виду, лично вы водительница? Нет. А ну тогда вам, пожалуй, беспокоиться не о чем. Ну, пока что да. Но я не думаю, что беспокоиться не о чем, потому что сейчас у вас очень насыщенные, скорее всего, дни, я имею в виду вообще администрацию Симферополя, очень много намечено мероприятий на ближайшие. Да, действительно, у нас 2-го, 4-го, в том числе и сегодня с 8 утра будет проходить репетиция парада. Сегодня будет перекрыта центральная часть города с 8 до 11 часов. А также сегодня в ночь тоже будет перекрыто движение по проспекту Кирова от площади Медхан-Султана до площади Советской. И завтра до 14.00 проспект Кирова будет перекрыт в связи, это про 9 мая я уже говорю, в связи с праздничными мероприятиями. Также 9-го числа будут перекрыты улицы Карла Маркса до улицы Павленко, да, потому что будет шествие до вечного огня. Но с этой информацией наши водители могут ознакомиться непосредственно на сайте администрации. Эта информация, если меняется, то обновляется. Поэтому она в открытом доступе, чтобы люди понимали, в какой период времени они смогут проехать по той или иной улице, им придется объезжать. Но вот я бы хотела сделать такое небольшое уточнение, чтобы вы сказали. Дело в том, что в прошлом году многие почему-то подумали, что парад будет идти до Куйбышевского рынка. Это не так. Нет. Он не будет туда идти. Давайте сделаем это. Нет. Парад будет идти по проспекту Кирова, площадь Советская и уходить до вечного огня по Роза-Лексенбург. Скажите, а что касается общественного транспорта, движение не будет остановлено? Нет, конечно, движение не будет остановлено. Просто единственное, что людям надо заранее планировать свое время, потому что они будут ехать не через проспект Кирова, а будут через Шмидта, Пролетарскую, выходить уже на центральный рынок, ближайшие улицы. Сколько в этом году ожидается участников парада Бессмертного полка? Потому что каждый год, конечно же, количество увеличивается просто в геометрической прогрессии. Вы знаете, просто это чуть не мои полномочия считать, да, какое количество это занимается ОРК Управлении, непосредственно администрации. Но я думаю, что в любом случае в этом году будет не меньше задействовано участников парада, чем в предыдущие годы. А лично вы ходите? Обязательно. У вас есть родственник, которым вы гордитесь? Конечно, есть такие родственники, поэтому ежегодно я, вся моя семья тоже посещаем это мероприятие, знаковое непосредственно, в том числе и для города Симферополя. А вот вы еще сказали, что сегодня ночью тоже будет перекрыт центр города. Я так понимаю, что это связано с репетицией парада, то есть ночью оно продолжится? Возможно, мы сегодня репетируем с 8 утра до 11 часов. Однозначно будет запрещена в ночь парковка по проспекту Кирова и Севастопольской. Поэтому хочется обратиться к нашим гражданам, которые непосредственно водят свои транспортные средства, чтобы они не оставляли транспортные средства на Кирова и Севастопольской. У нас работает служба эвакуации, поэтому это однозначно будет, что данные машины будут перемещены непосредственно на штрафстоянку. Потом людям придется тратить свое время и идти забирать свою машину с штрафстоянки. Поэтому можно попросить, чтобы люди воздержались от непосредственно парковки на вот этих улицах, по которым будут, собственно говоря, и мероприятия все проходить. И в том числе и 9 мая. Скажите, на какие еще мероприятия будут ожидаться 9 мая, собственно, парад вдоль Севастопольской улицы? Ну, самое масштабное, конечно, это будет действительно парад, как это ежегодно, из года в год у нас происходит. Но скажите, пожалуйста, что вы ожидаете от парада в этом году? Насколько прошли хорошо репетиции и когда перекрывались улицы города? Не было ли возмущения со стороны Симферопольцев? Все ли с пониманием относитесь? Честно, вот непосредственно скажу, как участник проведения репетиции парада. Люди в восторге. Люди выходят с семьями. Я сама живу в центральной части города. Это и мои соседи берут своих деток, выходят, смотрят. Это такое мероприятие. Все, если честно, в восторге. Честно, возмущение в администрации, вот даже у меня, да, как у начальника управления транспорта, жалоб нет ни одной. Потому что от мала до велика все смотрят, всем интересно, что техника проходит. Поэтому, я думаю, это и много времени, в принципе, не занимает, и людям это интересно. Но я знаю, что иногда репетиции собирают не меньше вообще зрителей, чем, например, во время самого парада, как это в Москве происходит. Хотя, к сожалению, мне еще не удалось там побывать. Совершенно верно. Вот, я же говорю, 2-го, 4-го уже репетиции проходили. Честно, от того количества людей, которые заинтересованы, да, им очень интересно смотреть эту репетицию, даже, я, если честно, была в восторге. Как бы, да, это тоже, казалось бы, да, это были выходные дни. Люди могли там уехать к родственникам на праздники куда-то, да, за город. Но я хочу сказать, что то количество людей, которые посетила репетицию, впечатлило. Это отрадно, что и Симферопольцы с пониманием относятся к таким мероприятиям, которые действительно важны для города. А вот мне еще такой момент интересен. Я хоть и не водитель, но, тем не менее, переживаю за них. Вот вы говорите, что машины, которые будут оставлены в центре города в эти дни, они, конечно же, будут эвакуированы. Но придется ли платить тогда за эту эвакуацию? Ну, конечно, придется платить. Однозначно, это предусмотрено действующими нормами. Поэтому, несмотря на то, какие мероприятия проводят годы, поэтому город, собственно говоря, как может и информирует через средства массовой информации, что на период такой-то, такой-то, в такие-то дни будут проходить такие-то мероприятия. Поэтому, уважаемые наши граждане, не паркуйте свои транспортные средства на участках дороги, где непосредственно будут проходить праздничные мероприятия. У нас, к сожалению, время беседы истекает. Еще раз, пожалуйста, пять добрых пожеланий, как себя вести в праздничные дни. Ну, хочется нашим гражданам, не то, чтобы пожелать, да, сказать, чтобы все приходили на это мероприятие, да, которое знаковое, в том числе и для города Симферополя. Пожелать только всего самого наилучшего. Я думаю, у нас погода не подведет, поэтому и, собственно говоря, праздник у нас пройдет на ура, как и в предыдущие годы. Спасибо большое. Я все-таки думаю, что несмотря на погоду, в любом случае, как вы правильно сказали, праздник состоится. Однозначно. Самый великий день у нас в году. Спасибо большое. Напомню, у нас в гостях была Анастасия Лавринова, начальник управления транспорта и связи администрации города Симферополь. Спасибо. Ну, а мы двигаемся далее. И далее у нас Крым онлайн. Безусловно, события, которые мы ожидаем, вызовут отклик в социальных сетях и в интернете. Вот, в частности, что конкретно сегодня говорит крымский сегмент интернета, буквально прямо сейчас. Майские праздники прошли, а мусор остался. Свалки особенно возмутили пользователям социальных сетей. На снимках сделаны в Симферопольском районе десятки сомнительных находок. Будь то ящики с гнилой рыбой или другие отходы. Кажется, что с таким обилием мусора может справиться только настоящий герой. В Крым приехал чисто мэн. Неизвестный мужчина в маске появляется в разных уголках Крыма с веником и мусорными пакетами. За его плечами уже не один десяток собранных мешков. У современного супергероя уже появились последователи. В Севастополе перевернулась маршрутка. Причина неизвестная. Возможно, водитель не справился с крутым поворотом. К счастью, обошлось без жертв. Машину вернули на колеса. Только для этого понадобилась помощь спецслужб. На кадрах видно, как молодой человек свисает с балкона заброшенной многоэтажки. Единственная страховка – рука друга. Парень, исполнивший трюк, рассказал, что видео снято не в этом году, а свои взгляды на увлечения он уже пересмотрел. Парусник Херсонес покинул Ялту. Отправляли его в плавание. Всем городом – это учебное судно для курсантов. Так они учатся выходить в море. Парусник вернется в южную столицу Крыма уже 8 мая. Саша, ну ты знаешь, глядя на эти кадры, вспоминаю сразу же сказку «Малыш и Карлсон». Он улетел, но обещал вернуться. Действительно, парусник вернется. Меня больше всего шокировало видео с этим сумасшедшим молодым человеком. С парнем, да. Безумным, потому что, безусловно, и не столь жалко его, наверное, сколько его родителей, которые вынуждены удивляться его выходкам. Переживают за него, да. И я бы хотела сказать, что если вам некуда деть свою неуемную энергию, для этого существуют экстремальные виды спорта. Там профессионалы, которые вас контролируют, страхуют. Идите туда, там безопасно, по крайней мере, для вас же. Ну таковы были новости крымского сегмента интернета. Но давайте перейдем от виртуальной студии к реальным условиям. Прямо сейчас на улицах Симферополя находится наш мобильный корреспондент Алиса Троян, и она готова поделиться с нами последними событиями. Алиса, доброе утро. Здравствуйте, коллеги. Я хочу вас обрадовать, потому что сейчас погода достаточно теплая. Сейчас плюс 12 градусов тепла, и днем эта погода будет улучшаться, потому что температура достигнута плюс 18. И несмотря на то, что на небе облачность, синоптики не обещают каких-то крупных ливней, а только мелкие дождяки, тем более, что к концу вечера распогодится, и солнце все-таки снова появится. А я сейчас нахожусь на площади Амитхана Султана, потому что сегодня генеральная репетиция Парада Победы, поэтому движение в центре города будет перекрыто в связи с тем, что как раз-таки будет военная техника и будет генеральная репетиция. Сейчас еще была возможность людей отправиться на работу, но вот сейчас уже улица Кирова перекрывается, работают эвакуаторы, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, когда будете отправляться. Я хочу напомнить, что запрещено парковать машины в центре сегодня с 8 до 11, потому что будет генеральная репетиция Парада, а также завтра с 8 вечера, потому что будет, естественно, город готовиться к празднику, и поэтому сегодня машины будут в обход этих улиц, а вот 8 мая это с вечера для того, чтобы утром не было никаких проблем. 9 мая будет перекрыто движение с 5 утра и до 12.30, а потом вечером, потому что будет проходить праздничный концерт. Сейчас весь объезд будет осуществляться по ближайшим улицам, поэтому будьте внимательны и стройте свой маршрут заранее. Я передаю слово вам, коллеги. Большое спасибо, Алиса. Ну, это как раз-таки то, о чем мы и говорили только что с гостей, что действительно репетиция Парада проходит, и эвакуация машин тоже будет, поэтому следите за своими автомобилями, где вы их оставляете. Предупрежден, значит вооружен. Действительно, особенно актуально это звучит в преддверии Парада. Ну что же, скажи, пожалуйста, Салия, часто ли ты пользуешься интернетом? Я пользуюсь очень часто, иногда, например, даже больше необходимого, но, конечно же, это связано с работой. Мы, журналисты, без интернета как без рук. Абсолютно верно. Как и очень многие россияне, по данным статистического исследования, 69% россиян не мыслят свою жизнь без ежедневного выхода в сеть. А вот 84% россиян пользуются сетью регулярно. Ну, я знаю, что наиболее активными пользователями оказались молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. То есть мы в эту категорию уже, Саша, не входим. Мы не такие активные, хотя, тем не менее, активно выходят в интернет также высокообразованные, материально обеспеченные жители столиц. Да. Прямо в точку. Прямо в точку. Что касается образованных, так точно. Ну, и, кстати, большинство, это более 70% проводят в день в интернете более 4 часов. 4 часа в день. Ну что же, наверняка они ищут там интересные новости. Но, дорогие друзья, не стоит излишне стараться, потому что наши корреспонденты постарались за вас. Прямо сейчас новости интернета. Весна – время косить городские газоны. Но справиться с растительностью не всегда просто. В некоторых случаях трава способна дать сдачи. Иначе, как еще объяснить криволинейную траекторию коммунальщика? Сон не всегда рождает чудовищ. Иногда, напротив, способствует созиданию и творчеству. Спящий на клавиатуре кот не только получает удовольствие от музыки, но и воодушевляет хозяйку. Работу инспекторов дорожной службы решил упростить американский инженер Рубен Брюер. Изобретатель создал устройство, которое может заменить полицейского на дороге. Робот проверяет документы, фиксирует правонарушения водителя не хуже настоящего офицера. Увлечение спортом похвально, но не стоит гнаться за высокими результатами после первого занятия. Поспешность может привести к физическим и психологическим травмам. Официанты из Китая в очередной раз удивили мир. Они мастерски меняют скатерти на столах с такой скоростью, что превзойти эту высокую планку удастся немногим. Американка Элла Лондон обожает все оттенки желтого. И уже 11 лет живет в окружении этого цвета. Все от косметики, нижнего белья и до машины излучает солнечный настрой. Многие находят это пристрастие странным, но, по словам Эллы, этот факт ее не беспокоит. Куда важнее жить в гармонии с собой. Некоторые мероприятия не всегда приходятся по душе. Как быть, когда неудержимо клонит в сон, а ударить в грязь лицом нельзя? Автор этого видео, кажется, нашел рецепт, который будет полезен как студентам, работающим по ночам, так и официальным лицам. Дорогие друзья, весна уже наступила. И, собственно говоря, воочию это увидеть можно не только на улице, но и с помощью веб-камер, которые мы подготовили для вас. Итак, начнем, наверное, с самого красивого пейзажа. Зеленая долина реки Бельбек. Посмотрите, как там зелено, как много травы. Но, кстати говоря, трава – это не только повод полюбоваться, но еще и быть настороженным. Действительно, потому что сейчас период активности клещей, поэтому будьте бдительны. Но для тех, у кого возникают вопросы, что касается этих насекомых, работает горячая линия в Крыму. Я озвучу номер телефона, обязательно его запишите. Плюс семь девять семь восемь девяносто один девяносто один сто двадцать три. Очень легко запомнить этот номер. В любом случае, если вдруг вы на себе обнаружили клеща, обязательно звоните по горячей линии и, конечно же, обращайтесь к врачам, потому что это не шутки. Эти клещи надо проверять на то, чтобы они не были источниками опасных инфекций и заболеваний. Напоминаем, что клещи являются разносчиками двух особо опасных инфекций. Это клещевой баррелиоз и клещевой энцефалит. Оба эти заболевания очень серьезные, и с ними шутить нельзя. Еще раз напомню, не стоит, конечно, слишком пугаться, потому что далеко не каждый клещ несет в себе опасность. Но, тем не менее, повторюсь, как мы говорили, кто вооружен, тот предупрежден. Ну, мы двинемся, наверное, дальше. Тут небольшая помеха с видеокартой. Я секундочку попробую еще раз перезапустить, прошу прощения, момент. О, я уже вижу, да, уже вижу наш прекрасный Херсонес, который находится в Севастополе. Кстати, там стоит отметить тоже облачно. Я думаю, что дождь будет сегодня по всему Крыму. Как мы обещали, мы же никогда не обманываем. Это не мы обещаем, не знаю, это капризы природы. Но, кстати, я всегда радуюсь дождю и говорю, что это хороший знак. Давайте двинемся еще дальше и покажем следующее место, которое наверняка узнают, по крайней мере, жители Крымской столицы. А я уже знаю, что это за место, и даже вам подскажу. Это, конечно же, сердце нашей Крымской столицы. Это площадь Ленина. Обратите внимание, что уже начались подготовки к торжественным мероприятиям. Выстраивается сцена, выстраивается плазменный экран, который, кстати, стоял еще вчера. И вот видно, что, в общем-то, симферопольцы с интересом осматривают вновь появившиеся конструкции, несмотря на то, что спешат на работу. Ну, а для самых внимательных я бы хотела обратить ваше внимание. Посмотрите на разметку, какая она яркая. Ее специально обновили к празднику. И меня прям радует. Выглядит очень красиво, очень аккуратно. Ну и напоследок покажу еще один, скажем, пейзаж. Давайте посмотрим площадь Нахимова в Севастополе. Ага, площадь Нахимова. Я не стал делать интригу. Кстати, посмотри, как много людей, и посмотри, там уже явная подготовка к параду. Абсолютно верно. Весь Крым готовится к параду, весь Крым готовится к мероприятиям торжественным. Поэтому действительно есть повод порадоваться и посетить, потому что это делается для вас, крымчане. Мы двинемся дальше, потому что у нас есть один очень своеобразный и интересный сюжет, который напрямую относится к весне. Итак, скала. Мы продолжаем открывать чудеса природы и сегодня отправились в удивительное место. Плачущая скала – небольшой заповедник в 15 километрах от Симферополя. Загадочные леса овеяны мифами. Небольшие капли влаги, выступающие по всей плоскости, имеют необычный голубоватый цвет. Действительно, похожи на слезы. По одной из легенд, скала плачет по убитому здесь когда-то оленю. Здесь можно встретить одиноких путников. Мы случайно познакомились с Максимом Сапильником. У него свое мнение об истории этих мест. Таких мест якобы три в мире. По-настоящему мне так кажется, что с той стороны находится грот. А это стена, которая закрывает этот грот, типа бассейна. И она протекла. А с той стороны грот. А это как бы старинная пирамида воды. Отведук. Об этом свидетельствуют некоторые находки. По всей линии скалы Максим обнаружил остатки глиняных сосудов, как будто вмурованных в толщу скалы и явно сделанных руками человека. Грани, видите, то есть четко сделанные человеком. Это глина, острые углы и так далее. И такие образцы встречаются на каждом шагу. Глина в скале как будто находится на своем месте. Однако мы понимаем, что такого в природе быть не может. Четко видно грани, видите. Археологической поделки, можно так сказать, глиняной. Кстати, видите, глина сделана. И очень леповатый. Такое впечатление, что ее просто руками вот так залепливали, возможно. Наш проводник подробно описывал каждый ярус древней системы. Чем дальше мы заходили, тем больше интересного нам открывалось. Так, ведук, он чуть-чуть выше. А это останавливающая часть стены, которая сохраняла большую, мне кажется, очень большую высоту воды там. Природа здесь поистине прекрасна. Дикие пионы, словно ковер, покрывают землю. Пока мы не спеша поднимались по скале, Максим показывал нам большое количество своих открытий. Четко видно, что влитая конструкция, она не вмурована. То и подтверждает, что это не скала, а бетон. Буквально несколько сотен метров, и мы опять встречаем элементы глины. Они будто вмурованы в большие глыбы. Вот это оболочка трубы, видите? Вот она. А вот это бетон. Вот она, внутренняя часть конструкции, видите, созданная человеком. Тут сам смысл, что все создано, и это глина. Возможно, прямо под нами находится часть древней технологической конструкции, которая сейчас скрыта от глаз. Под нашими ногами прямо сейчас находится водонасосная станция. Вот сюда вниз опускались трубы, внизу двигателя какие-то доисторические. И все это работало. На этом участке балки мы ходим очень аккуратно. После сильных дождей часть земли обвалилась. Риск провалиться довольно большой. Здесь обвал туда уходит. Наверное, скоро появится проход. Вот обратите внимание, там щели такие, как будто комнаты существуют. Удивительный камень, расположенный у подножья скалы, напоминает купель в перевернутом виде. Если этот идеальный квадрат мы виртуально ставим наверх, то что мы получим? Идеальную квадратную нишу. В нее можно или поставить что-либо, или же использовать как купель. Научные сотрудники считают, что это место действительно уникальное. Скала находится в равниной местности. В природе такое явление можно редко встретить. Николай Благо дважды ходил в экспедицию, изучал плачущую скалу. Здесь аномалия только в том, что живописность. Вот аспект живописности. И вот такое скальное обнажение для перехода предгорного Крыма в равнины, вот в этой долине конкретно. То есть можно проходить там километрами. Рельеф уже совсем не тот. Плачущая скала таит множество секретов, раскрыть которые поможет только время и тщательная работа ученых. Ольга Литвиненко, Алексей Семенов. Утро. Нового дня. Доброе утро, крымчане. Мы вновь рады приветствовать вас во втором часу нашей с вами встречи. Мы продолжаем наше информационное путешествие и призываем всех быть с нами в нем. Конечно же, присоединяйтесь к нам. Впереди у нас еще целый час, во время которого мы расскажем о грядущих мероприятиях, приуроченных 9 мая. В прямом эфире для вас работают Александр Ткачев и Салья Салямова. И мы вещаем сразу на двух телеканалах. Первый Крымский и Крым-24. Так что у вас нет возможности пропустить наш эфир. Мы делаем все для того, чтобы вы были с нами. Ну а прямо сейчас перейдем к новостям о том, что же интересного произошло у нас в Крыму за последние 24 часа. Расскажу вам я. Но, конечно же, информация предоставлена нашими корреспондентами. Именно им удалось самим на себе ощутить многие эмоции, которые я готова передать. Они не искали славы и почести, не думали о наградах. Только победить. В поселке Научное Бахчисрайского района открыт памятный знак бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориал появился по инициативе председателя Госсовета Крыма. И за счет личных средств депутатов. Он уже 12-й по счету. Такой подарок в канун Дня Победы особенно важен для местных жителей. В этих краях шли ожесточенные бои. Вместе со всеми чествовала героев Елена Бережная. Под звуки оркестра в Центре Научного люди собираются целыми семьями. Здесь открывается памятный знак, посвященный мужеству и героизму советских воинов. Пусть живет в веках подвиг советского солдата. Эти слова будут напоминать о героическом прошлом, будущем поколениям. А сама площадка, где открыт мемориал, станет одним из самых знаковых мест в Научном. Для ветерана Великой Отечественной войны Олега Алексеевича это подарок ко Дню Победы. В свои 90 с лишним он в строю. Сам на фронт так и не попал. Работал в тылу. Писал письма, но мне прислал командующий бронетанскими войсками. Письмо ответил мне, что я должен учиться. А я не хотел учиться. Я хотел на фронт скорее защищать. Думаю, что без меня война не кончится. Победный май никогда не забудет и Раиса Антоновна. Когда началась война, она была ребенком. Говорит, главное, что сегодня над головой мирное небо. Но заплатить за него пришлось большую цену. Всю жизнь нужно помнить. Те, которые нам жизнь дали. И нам дали, и им дали. Молодежи пусть помнят, пусть знают, что наши отцы, деды, прадеды, и мы, дети малые, тоже работали, защищали. К новому мемориалу жители и гости поселка возлагают цветы. Красные гвоздики в руках крымского спикера Владимира Константинова. Он вырос в научном и хорошо знает историю поселка. Каждый метр здесь палит кровью. Когда я был маленьким мальчишком, буквально отсюда в 50 метрах стояла зенитная батарея. Поэтому крымская земляна так устроена, что эти памятники можно на каждом метре делать. Вот только закончили этот памятник, и сотни людей сюда пошли. То есть вот настолько это было ожидаемо и нужно людям. В память о героях минута молчания и оружейные залпы. Научный не забудет. Елена Бережна, Александр Смычек, Новости 24, Бахчисарайский район. Рев моторов, визг тормозов, восторженные крики зрителей и отчаянные пилоты гоночных машин. Такой он дрифт по-крымски. Соревнования в этом виде спорта проводятся на полуострове второй год и проходят на взлетной полосе бывшего военного аэродрома в поселке Октябрьское. Не упустил случай прокатиться с ветерком и наш корреспондент Юрий Авдеев. В соревнованиях участвуют самые различные машины от ветеранов отечественного автопрома до зарубежных авто самых элитных марок. Впрочем, после модификаций от прежнего транспортного средства остается только кузов и название. Так как здесь в чемпионате очень свободный регламент, позволяют многие доработки, такие как замена мотора, замена турбин. Поэтому в целом мощность достаточно большая. То есть самая слабая машина в чемпионате – это порядка 250 сил уже, то есть что уже немало. И из-за этого конкуренция между «Жигулями» и «Порши» очень-очень достойная. Побороться за Кубок Крыма приехали 30 экипажей из всех городов полуострова и гости с материка. Материковая Россия увлечена дрифтом давно. В Крыму соревнования проводятся только второй год. Прародителями дрифта были японские пилоты, которые сначала начинали с улиц, потом пришли в официальные соревнования. И зародилась такая традиция в Японии проводить чемпионаты, которые проводились на разных видах трасс, площадках, горных дорогах и так далее. Каждая машина готовится к гонкам по особому регламенту. На огромных скоростях нужна максимальная безопасность. Каркас безопасности в первую очередь, чтобы при столкновении не было проблем. Ремни омалогированные должны быть, чтобы держали вас сиденье. Нужно очень много резины, тренировки, квалификации, парные заезды. Нужен хороший гидравлический ручник и, естественно, уметь контролировать управляемым заносом. Дрифт – очень дорогое увлечение. Шины горят в буквальном смысле слова. Для того, чтобы довести резину до такого состояния, нужно всего лишь 5-6 заездов. Длительность каждого – 15-20 секунд. Полторы минуты – и добротная резина превращается в непотребный хлам. Техосмотр для гоночных машин нужен после каждого заезда. Роль механика в ранге ангела-хранителя. От него зависит и жизнь пилота, и сохранность железного коня. Просто руками лезешь в горячий мотор, обжигаешься, но ради того, чтобы вышел пилот на трек, приходится жертвовать. У каждой команды есть собственная группа поддержки. Девушки-фанатки тоже неплохо разбираются в технике. А на стяжку креплю порог. Вообще не сложно. Все просто. Все главное – в кайф. Этому экипажу не повезло. Выбыл из гонок до начала соревнований. Прошли только тренировочные заезды. Юрий Невский – один из очевидных фаворитов соревнований. Он чемпион Башкирии по дрифту. Катается по всей России. Крымский дрифт для него – один из многочисленных эпизодов на пути к международному успеху. Планы проехать весь сезон российской дрифт-серии, юг и запад, и тренироваться, набивать скилл, повышать уровень мастерства. Возьмете потренироваться с собой? Да, конечно. Поехали. Поехали. Крымский этап соревнований по дрифту собрал много молодых участников. Некоторые впервые вышли на трассу соревнований такого уровня. И какой же русский не любит быстрой езды? Несмотря на отсутствие традиций по дрифту, он в нашей стране набирает все больше оборотов. И можно не сомневаться, зная упорство наших людей, что в скором времени этот вид спорта выйдет из любительского класса, и наши пилоты будут показывать класс на международных соревнованиях. Юрий Авдеев, Сейдмемед Кукчиев, Новости 24, Красногвардейский район. Вот они, вот такой крымский дрифт всегда опасный, экстремальный и очень захватывающий. И такие же новости всегда интересные. Очень захватывающие. И вообще в этом смысле этот спорт уникальный, потому что не понимаешь его прелесть, пока с ним не соприкоснешься. Это чувство контроля над хаосом, это действительно захватывает. Но такое ощущение, что ты знаешь, о чем говоришь, и когда-то пробовал. Пробовал, было дело. Повторюсь, что нужно попробовать, чтобы ощутить удовольствие от этого вида спорта, своеобразного, безусспорно. Я бы, конечно, не рискнула. Ну, безусспорно. Но есть очень многие вещи, которых бы ты точно не попробовала. В частности, забраться на гору, чтобы водрузить на нее знамя победы. И именно это сделают крымские спасатели 9 мая. На зубцы вершины Ай-Петри, 1234 метра над уровнем моря, которые возвышаются ровно над Олубкой, будет водружено знамя победы. Ну, а я бы хотела рассказать историю появления этой традиции. Дело в том, что ей уже 30 лет. И, согласно преданию, в годы войны партизаны когда-то водрузили первый флаг Советского Союза, флаг победы. И тогда немцы, которые фашисты, не могли достать наших героев, не могли достать партизан, не могли достать этот флаг, они его просто расстреливали снизу. Но, конечно же, у них это совершенно не получалось. Вот и оттуда пошла традиция ежегодно флаг водружать на зубцы Ай-Петри. Очень добрая и замечательная традиция. Но принять участие в этом мероприятии сможет далеко не каждый. Только специалисты контрольно-спасательной службы, потому что нужно владеть специальными навыками, в частности, владением техникой веревки, СРТ и прочими способами скалолазания. Ну, конечно же, как местные жители, вообще крымчане, они, наверное, не могут принять участие в этом мероприятии. Они могут стать только зрителями. Я думаю, что и в интернете можно будет увидеть фотографии и какие-то видео. Но вот зрителями можно стать также и, например, в театре или в кино. Что мы вам и предлагаем сделать прямо сегодня. Обязательно сходите туда. А куда именно, расскажем в следующей рубрике. Сегодня русский драмтеатр покажет любовный капкан, где смешные ситуации переплелись с мрачными реалиями. Героини пьесы озабочены своими семейными проблемами, причины которых – мужчины. В один момент девчата решают отомстить мужьям за загубленные годы. Во что все это выльется, узнаете сегодня в 19.00. Кукольный театр представляет спектакль «Котенок по имени Гав». Как и в известном мультике, это сказка о необычной дружбе котенка и его друга-щенка. В пьесе есть множество забавных историй, связанных с этими персонажами. Начало спектакля в 10 и 11.30. На больших экранах фильм «Последствия» с Кирой Найтли в главной роли. Действия происходят в послевоенное время в Германии. Главная героиня приезжает в полуразрушенный Гамбург, чтобы воссоединиться со своим мужем. Вместе с супругами в доме поселяется и немецкий вдовец. Чем обернется такое сожительство? Киносеансы вы можете выбрать сами. Самым маленьким зрителям придется по душе российская комедия «Домовой». Это история о маленькой семье. Мама с дочкой переезжают в новую квартиру. Вскоре они обнаруживают, что в новом доме они не одни. Таинственный жилет сделает все возможное, чтобы выселить семью. А вот получится ли? Сеансы проходят в утренние часы. Саша, ну как мы уже говорили, что сегодня состоится репетиция парада, а сам парад пройдет 9 мая. Я знаю, что очень много крымчан планируют принять в нем участие, но для многих становится проблемой не само участие, а то, как подготовиться к этому мероприятию и распечатать плакаты своих героев. И ответ на этот вопрос найден. Предлагают распечатывать фотографии в МФЦ для участия в шествии Бессмертного полка. Там стартовала акция, которая называется «Сохраним историю вместе». Причем это можно сделать абсолютно бесплатно. Более того, там проводится еще одна очень интересная услуга. Мы сегодня анонсировали относительно того, что существует сайт под названием «Мой полк», где каждый из вас может занести данные о своих великих родственниках, которые приблизили победу, собственно говоря, в режиме онлайн. Так вот, теперь при участии МФЦ можно будет поучаствовать в еще одной акции под названием «Книга памяти». Туда можно внести не просто информацию, а настоящие историографические данные, имеется в виду письма, документы какие-то, фотографии. Все это можно принести в МФЦ, там это бережно отсканируют и внесут в соответствующий реестр, который можно будет, собственно, изучить в интернете. Ну, конечно же, всю информацию сразу же передадут Крымскому Республиканскому Союзу ветеранов, ну а после чего эта информация будет размещена в книге памяти. Поэтому, если вы хотите присоединиться в том числе и к этой акции, в том числе оставить память о своем родном герое, то сделайте это прямо сейчас. Там, как мы уже сказали, проходит данная акция. Ну и, как правильно, Саша, ты отметил, что потом всю информацию можно найти в интернете или же на стойках госуслуг в центрах «Мои документы». Майские праздники полны праздников и неожиданностей, не зря так называются. И, собственно говоря, многие люди привыкли это отмечать. О том, как правильно к этому подготовиться, следующий сюжет. Юлия работает продавцом на рынке с 18 лет. Свою работу любит и о товаре знает все. Посоветует, какую часть выбрать на то или иное блюдо и как правильно выбрать хорошее мясо. Проверять надо вот так. Наживаешь пальчиком, он должен как кружитка подняться. Это первый признак свежести мяса. Вот такие части тоже на шашлычок берут, очень вкусненько. Вот так мы рубим их красивенько на решеточку, на мангарчик. Соль, перчик, оливковое масло. На костре самое вкусное мясо получается. Свежая свинина должна быть светло-розового цвета. Чтобы шашлык получился сочным, лучше всего выбирать мясо с прожилками. Лопаточная часть вам обойдется в 280 рублей. Если косточка большая, то в 270. Андрикот в 300. Ну а филейная часть, она же шейная или почечная, в 350. Но свинину любят не все. Многие предпочитают баранину. На шашлык лучше всего подойдет Андрикот, 550 рублей за килограмм. И задняя часть 450. Есть и ценители говядины. В среднем она вам обойдется в 850 рублей. Почечную филе вырезка. У нас ее сейчас нет, потому что мы продали. Ее в первую очередь разбирают. Все готовят шашлыки сегодня. Свежая говядина имеет красный насыщенный цвет. Если она коричневая, значит вкусное блюдо приготовить будет гораздо сложнее. Ну а чтобы шашлык не стал резиновым, мясо нужно хорошенько промариновать. Тогда и готовится оно быстрее. А вот с маринадом для рыбы стоит быть осторожнее. На шашлык из рыбы традиционно берут, конечно же, семгу. Она вам обойдется в 1000 рублей за килограмм. Ну и также пеленга используется спросом. Это 300 рублей. Вообще на шашлык подойдет практически любая рыба. Главное, чтобы не была замороженной. Ее запекают в фольге или просто жарят на решетке. Ну и, конечно, какой пикник без овощей. Свежие помидоры, огурцы, зелень. Аж самой захотелось на природу. Любители запеченных овощей, как правило, готовят шашлык из грибов, кабачков и помидоров. Картофель можно запечь в фольге на углях. Всего на продукты для пикника при покупке мяса или рыбы, например, на троих человек, уйдет не более 1000 рублей. Если, конечно, выбор пал не на семгу в качестве основного блюда. Выбираясь на природу, не забывайте про пожароопасный сезон. Тщательно тушите костры и забирайте после себя мусор. Берегите природу. Ксения Шарапановская, Алим Велиев. Утро нового дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Валюты, которые более изменчивы, чем цены на топливо, то сейчас о них и поговорим. Итак, доллар на сегодня равняется 65 рублям 33 копейкам, а евро 73 рублям и 10 копейкам. И обе валюты за последние сутки подросли в цене порядка 10 копеек. Это немного, но, тем не менее, динамика такова. Мы будем тщательно за ней следить и, поверьте, не упустим ни одной монетки. Саша, ну вот еще, за чем мы будем тщательно следить, за чем мы уже занимаемся, это, конечно же, за парадом Победы Бессмертный полк, который пройдет 9 мая по городам Крыма. И, кстати, известно, что в Симферополе уже, ну, это приблизительная цифра, примет участие около 40 тысяч человек. Возглавят шествие дети, помогать им будут юно-армейцы. Они присоединятся уже возле Вечного огня к колоннам взрослых. И, кроме того, на протяжении всего маршрута будут дежурить бригады скорой медицинской помощи в этом году. Их количество должны увеличить. Еще раз подчеркну, что дата старта этой программы 9 мая. А что касается времени, то это 8.45. И начнется, собственно, мероприятие на пересечении улицы Севастопольской и Чехова. И продлится до 10 утра. Это сейчас мы говорим о том, что будет формироваться колонна именно с этого времени до 10 утра. Ну, а, конечно же, само начало шествия в 11 часов. И стоит отметить, что маршрут колонны будет следовать от улицы Севастопольская, потом по Кирово, улицы Карла Маркса, Павленко и Гагаринский парк Вечный огонь. Хочу акцентировать внимание на том, что колонна не будет идти до Куйбышевского рынка. Будьте внимательны, потому что в прошлом году, оказывается, были симферопольцы, которые пошли именно туда, и, конечно, колонны там не дождались. Только до площади Советской будет, собственно, длиться аппарат. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и бдительны. Это событие, безусловно, вызовет яркий резонанс в социальных сетях. И, собственно говоря, наши корреспонденты, конечно же, это не пропустят. Ну а чем же славятся крымские сети сегодня, мы узнаем, собственно, в Крым онлайн прямо сейчас. Майские праздники прошли, а мусор остался. Свалки особенно возмутили пользователям социальных сетей. На снимках сделаны в Симферопольском районе десятки сомнительных находок. Будь то ящики с гнилой рыбой или другие отходы. Кажется, что с таким обилием мусора может справиться только настоящий герой. В Крым приехал чистомен. Неизвестный мужчина в маске появляется в разных уголках Крыма с веником и мусорными пакетами. За его плечами уже не один десяток собранных мешков. У современного супергероя уже появились последователи. В Севастополе перевернулась маршрутка. Причина неизвестная. Возможно, водитель не справился с крутым поворотом. К счастью, обошлось без жертв. Машину вернули на колеса. Только для этого понадобилась помощь спецслужб. На кадрах видно, как молодой человек свисает с балкона заброшенной многоэтажки. Единственная страховка – рука друга. Парень, исполнивший трюк, рассказал, что видео снято не в этом году, а свои взгляды на увлечения он уже пересмотрел. Парусник Херсонес покинул Ялту. Отправляли его в плавание всем городом. Это учебное судно для курсантов. Так они учатся выходить в море. Парусник вернется в южную столицу Крыма уже 8 мая. Саша, ну вот что не вошло в Крым онлайн только что? Это такая история, очень забавная, связанная она с кошкой, которая живет в парке миниатюр Бахчисарая. Дело в том, что недавно эта новость проскочила в новостях, и мы о ней рассказывали. Этой кошке стали подбрасывать вдруг бельчат. Ну, подбросили сначала двух новых сыновей и дочек, а вот за это время, буквально за неделю, количество детей у нее увеличилось. Причем она их не родила, как вы понимаете. Сердобольные бахчисарайцы приносят все новых и новых бельчат этой кошки. Их уже семеро. Нужно сказать, что кошка, конечно же, не справляется с объемом таких скармливаний, потому что локтация ограничена, к сожалению. Но тем не менее бахчисарайские служители этого зоопарка, они не бросают бельчат и выкармливают их из кипеток, собственно, ручно. И самая большая сложность – это то, что бельчата просыпаются ночью несколько раз и просят кушать. Их приходится кормить. Как все дети, в принципе. Как все дети, бесспорно. И ничего страшного, они не переживают на этот счет, потому что выкормить бельчонкой своими руками – это тот случай, который приводится, может быть, раз в жизни. Ну, а как пояснил директор парка «Миниатюр», почему же бельчата остались сиротами, где же их родители? Дело в том, что сейчас идет обрезка хвойных деревьев, но, конечно же, это является домом обитания белок, и в связи с этим они просто остались без него. Поэтому, видимо, белки погибают. Вот, к сожалению, есть такая печальная нота в этой новости. Бесспорно. Ну, давайте от этой печальной новости перейдем к более радостным, потому что следующий сюжет – хронограф. Чем славен сегодняшний день в ретроспективе? В этот день, 264 года назад, свои двери открыл Московский университет имени Ломоносова. Крупнейший в России тут обучается больше 45 тысяч человек. Учреждение включает 40 факультетов, 15 научно-исследовательских институтов, около 750 кафедр, отделов и лабораторий. Филиалы университет работают в Севастополе, Ташкенте, Астане, Баку, Душанбе, Ереване. 7 мая 1824 года в Вене впервые исполнили 9 симфонию Людвига ван Бетховена. Практически оглохший композитор написал произведение за два года. Опус включает в себя знаменитую «Оду к радости», ставшую гимном Европейского Союза. 9 симфония – один из самых ярких примеров мировой музыки, когда автор использовал человеческий голос в одном ряду с оркестровыми инструментами. 7 мая 1840 года родился Петр Чайковский, выдающийся композитор, педагог и дирижер. Автор творил во всех известных жанрах. Чайковский официально признан самым исполняемым композитором в мире. 7 мая 1861 года родился Робин Ронат Тагор – индийский писатель, поэт, общественный деятель. Он стал первым миниевропейцем, удостоенным Нобелевской премии по литературе. Тагор – автор лирических произведений, романов на политические и социальные темы. Многие из них включены в обязательный курс школьной литературы. 7 мая 1895 года в Петербурге русский физико-электротехник Александр Попов продемонстрировал изобретение, ставшее прототипом радиоприемника. Открытие Попова положило начало всеобщей информатизации. Именно поэтому сегодня, 7 мая, отмечается Международный день радио. 7 мая 1946 года родился Владимир Бартко – кинорежиссер, сценарист, народный артист России и Украины, политический деятель. Всенародную любовь искали такие его картины, как «Собачье сердце», «Идиот» мастером Маргарита. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Даже в США это мероприятие пользуется популярностью. Но мало кто знает, что впервые его провели в 1965 году школьники из Новосибирска. Тогда они впервые вышли с плакатами, иллюстрирующими своих героических предков в руках. Ну, а еще мало кто знает, что в 2009 году такая же, примерно такая акция, она проходила в Севастополе под лозунгом «Заменят вас в строю». Но вообще началом истории этой всей акции является 2007 год. Дело в том, что председателю Совета ветеранов батальона полиции из Тюмени приснился сон, где огромная толпа, много людей идут с плакатами своих бабушек, дедушек, воевавших в войне. И он тогда решил, почему бы это не воплотить. Буквально через день, 9 мая, то есть ему приснилось накануне, он действительно со своими друзьями прошелся по улицам вместе с вот такими уже транспарантами. И потом, в 2012 году, эту акцию массово подхватили по всей стране. Конечно же, первая в этом была столица Москва. Там акция собрала миллионы человек, и после нее она уже распространилась на все страны. Сегодня где-то 10 миллионов человек принимают в ней участие. Радно, что некоторые герои, которые помнят события Великой Победы, еще живы. И о них следующий сюжет. Тем более страшно, когда ты только окончил школу, а уже знаешь войну в лицо. Наш герой не сразу попал на фронт, возраст не позволил. Юноша ждал совершеннолетия, только чтобы поскорее отправиться воевать. К рядам советской армии он присоединился лишь в апреле 1944 года, когда большую часть Крыма уже удалось освободить. Но герои еще нужны были родине. Среди них оказался и Иван Гребенюк. Начали раздавать оружие, форму, правда, новую дали всем. И стоять пулеметом. Я говорю, а это кому? А он для хиранта, а ты для чего? Так с 34-килограммовым станком на плечах юноша и пошел. Сначала до Перекопа, потом до Севастополя. Там в первых рядах штурмовался Пунгору. Вспоминают, что в этой мясорубке не видно было солнца. Небо затмили дым и пыль. Немцы завзятые были. А мы уже наступали без ничего. Голая винтовка или там пушки, все на себя тянули. По 60-й ложили. Ну, понял, 300 пуль летит в минуту. Снаряды рвались все ближе и ближе, а один совсем рядом. От осколков Ивана Гребенюка контузило. Но и именно это спасло от смерти. Ведь тогда каждый четвертый погибал. Ему повезло. Это же везение спасет его и в Литве. В землянку, в которой солдат сушил порох, попал снаряд. А огонь, что у печки был, упал на этот порох. А порох свое дело сделал. Поднял на воздух землянку. Но кто был там близко, погибли. А нас три человека спасло. У юноши обгорело лицо, плечи, на руках кожи практически не осталось. В таком состоянии поездом срочно доставили в Серпухов. Три месяца восстанавливался в госпитале, который вспоминает с теплотой. У вас самая дорогая. Почему? Ну, так. Ухаживали девчонки. Ухаживали, а я даже вроде немножко и дружили. На его счету освобожденные Бахчисарай, Севастополь, Шауляй, Ауцы и Онишкис. День Победы застал героя в поезде. Их, раненых, неокрепших солдат, отправили долечиваться за Урал. Я на второй полке лежу, а один на низу, постарше у меня был. Говорит, что такое, Ваня? Не пойму. И танцуют, и плачут. Потом забегает старшая по вагону. Говорит, солдаты, война кончилась. После войны 30 лет работал на железной дороге. Сейчас вместе с дочерью живет в Нижнегорском районе. Говорит, что самая дорогая сердцу медаль за отвагу. Самая важная книга – дневник ветерана, где написаны невыдуманные истории таких же героев, как и он. Салия Салямова, Игорь Сюткин. Утро нового дня. Саша, я снимала этот сюжет, общалась с этим ветераном. Во-первых, стоит отметить, что он живет со своей семьей, со своей дочкой. Он счастлив. Меня это так обрадовало, потому что хотелось бы, чтобы годы ветеранов были счастливыми максимально. И радует, что это удается сделать. Я очень надеюсь, что ветеранов, которые наверняка смотрят наш эфир, порадует информация, которую готова до нас донести наш мобильный корреспондент Алиса Троян, которая прямо сейчас находится на улицах Симферополя. Алиса, здравствуйте! Доброе утро! Здравствуйте! Еще раз, коллеги, хочу отметить, что завтра, 8 мая, пройдет впервые акция «Нам доверена память», в связи с чем школьники, юноармейцы и все желающие отправятся на все мемориалы симферопольские, которых в нашем городе 66, для того, чтобы воздать дань памяти, возложить цветы, а на всех братских могилах будет проведена литургия. Но я хочу отметить, что к этому дню, к 8-му, к 9-му мая, естественно, подготавливался город очень тщательно, мы вам рассказывали об этом, и, как мы видим, я сейчас возле памятника всем известному как «Танк», и он действительно украшен, стоят свежие венки, высажены свежие и живые цветы, что не может не радовать, и, как сказала глава администрации, что в таком состоянии эти памятники будут абсолютно всегда, на что мы надеемся, и, естественно, рассчитываем, что так оно и будет. И хочется, кстати, заметить о том, что, как я вас и предупреждала, о том, что движение города будет перекрыто, и будут обходные улицы использоваться. И вот мы видим пробку, которая действительно затянулась достаточно надолго. Как я уже и говорила, до 11 часов будет остановлено движение, по проспекту Кирова невозможно будет пройти. Но 9 мая будет закрыта не только улица Кирова, но также и Павленко. Как раз-таки, как будет отправляться бессмертный полк к Вечному огню. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Вот вы сегодня имели возможность убедиться в том, что нужно прокладывать свой маршрут заранее. Но я думаю, что 9 мая ни у кого не будет никаких дел, кроме как идти в этом полке с плакатом, с фотографией своего родственника. Но об этом я расскажу чуть позже, потому что у меня есть для вас важная информация. Алиса, что там такого интересного ей удалось узнать? Ну, осталось недолго ждать от третьего включения. Надеюсь, Алиса нас порадует. Кора, да. Алиса снова выйдет с нами на связь, и тогда уже расскажет те подробности, которые ей удалось выяснить. Что же это такое? Я, если честно, очень заинтригована. Ну, еще мне порадовала информация касательно того, что обещают качественно следить за тем, чтобы все памятники всегда были ухоженными и чистыми. Это правильно, потому что мы видели, что после пикников, после людей остается огромное количество мусора. И, конечно же, это очень удручает вообще всю ситуацию. С памятниками порой происходит еще хуже. Там мусор никто не убирает подавно. Поэтому хотелось бы, чтобы ситуация в этом плане менялась. Вообще оценка качества – это очень актуальная тема, которая в особенности заботит крымчан, которые, может быть, в некотором смысле даже отвыкли от высокого качества услуг. И я предлагаю об этом поговорить с гостем. Да, потому что гость уже у нас находится в студии. Я готова его представить. Станислав Забаштанов, председатель общественного совета по проведению… Так, расшифруйте, пожалуйста. Независимые оценки условий, качества медицинских услуг. Вот. При Министерстве здравоохранения Республики Крым. Так, будем говорить о независимой оценке качества здравоохранения. Конечно. Как вы оцениваете качество нашего здравоохранения? Давайте начнем с того, что сегодня именно по федеральному закону, который подписал Владимир Ильич Путин в 2017 году, 5 декабря, почему именно вызвано законодательство поддержать независимую оценку качества медицинских услуг? Потому что чиновники очень красиво отчитываются, но на самом деле, когда мы приходим в медицинское учреждение, там нас никто не ждет. Или ждут очереди большие? Вот это тот негатив, который отравляет вообще жизнь россиян, ну в данном случае крымчан. Поэтому создан независимый общественный совет по независимой оценке качества. Основное условие – это чтобы там не были медицинские работники, чтобы не было общественных организаций, которые созданы при медицинских учреждениях. То есть это люди, которые никак не связаны с медициной. Кто же это тогда? Наверное, учителя? Это и афганцы, общественные организации, которые выдвигают, это и инвалидные организации. Это те, кто действительно понимает, что медицинские услуги должны быть не только качественными, они должны быть своевременными. И вот это основа основ условия. То есть какие условия мы попадаем, когда подходим к медицинскому учреждению? То есть получается, для этого специальное медицинское образование не нужно? Нет. Естественно, мы идем по пути обычного пациента. То есть мы останавливаемся на остановке перед медицинским учреждением и должны понимать, а как же выйдет инвалид, а как выйдет мамочка с ребенком, с коляской, как ее примет вот та дорожка в сторону медицинского учреждения, как будут подготовлены ступеньки, пандус, как встретит его холл, регистратура. Есть ли там информация, которая даст возможность нашему пациенту пройти, увидеть самому визуально, что его интересует и как туда попасть. Вот эти вещи, они основные. То есть условия. Затем мы смотрим не только расположение вот всех этих, значит, надписей, врач принимает тогда-то и там-то. То есть эти вещи первичны. Потом мы определяемся, как же мы подводим к кабинету, да? И что на самом кабинете написано? Порой там так запутывают. Что там может написано быть? А запутывают. То есть кабинет вроде бы написан, что там принимает терапевт, на самом деле там идет ремонт или еще что-то. То есть вовремя медицинская организация не информирует, а что же делать человеку, пришедшему в медорганизацию. Жизнь, пожалуйста, но ведь все-таки оценка может быть субъективной. Или существуют стандарты, по которым происходит, собственно, оценка. Да, вот что значит независимая экспедиция? А вот как раз мы об этом и поговорим с вами. Вот смотрите, вы пациент, да, и сегодня у нас создана проблема у общественного совета, что мы не получаем полную информацию от крымчан, от вас в том числе. Вот вы посетили медицинское учреждение, да, и вы имеете право и возможность максимально отозваться об этой процедуре. Каким образом, да? Есть бумажный носитель, который обозначает амбулаторную анкету, анкету, которая в стационаре, анкету, которая в психодиспансере, анкета, которая заполняется при лечении и оздоровлении в санаторно-курортном учреждении, анкета отдельно по скорой помощи, отдельно анкета по... Но эту анкету никогда не выдают, когда приходишь на прием, то есть ее надо просить, да, чтобы тебе предоставили? Ее просить не надо, она должна находиться на доступном месте. И если уж так получилось, что вы не увидели анкету, и, собственно говоря, вам некогда. Вы пришли домой, зашли в интернет, в Минздрав Крыма или медицинскую организацию, которую вы посетили, и там есть иконочка такая справа, как правило, первая, написана независимая оценка качества условий оказания медицинских услуг. Она настолько проста, она настолько доступна, и вы там просто анонимно, повторю, вы никак не попадаете в поле зрения. Вот знаете, люди боятся, вот когда мы... Чтобы потом не оказаться в черном списке врачей, да? Да, совершенно верно. Этого не надо бояться. Этот процесс довольно прилично защищен, и мы ждем от крымчан, вот особенно в этом году, что все-таки активность будет проявляться. Ну, можно говорить бесконечно о том, что плохо, плохо, от меня не зависит. Зависит от каждого крымчанина, который посетил, и имеет и положительные эмоции, и отрицательные. Скажите, а как часто встречаются положительные отзывы? Вот если подводить итоги 2018 года, независимой оценки качества оказания медицинских услуг, то мы увидели там такие вещи, когда пациенты в анкете просят максимально сделать условия для медсестер, где бы они могли переодеваться, где бы они могли положить свои вещи. Потому что зачастую даже нет вот этих условий. То есть стандарт предусматривает, но поскольку Крым вошел недавно в Российскую Федерацию, ну, это же как бы 5 лет, то процесс идет, идет реконструкция, идет капитальный ремонт, идет процесс модернизации медицины. Он действительно такой серьезный, но процесс нужен не в удовольствии процесса, а каждый день нашему крымчанину. Вот у него заболела боль, это та, ну, как бы, основа, которая причина гонит человека именно в больницу, помощь оказать. А там выясняется, что, оказывается, запись к этому врачу будет через 2 недели. А человеку нужно сейчас. Извините, а что это за медицина? На кого она настроена? И зачем она нужна? Да. И такая медицина, как говорил классик, да, нам не нужна. Поэтому... Ну, а вы не боитесь, что сейчас посыпется много жала по поводу ИБЕС? Нет. Давайте говорить по существу. Вот, допустим, если подводить итоги 2018 года, то медицинские учреждения, ну, будем говорить, у нас в Крыму 100 с лишним медицинских учреждений, которые, подчеркну, относятся к фонду обязательного медицинского страхования, где безоплатно оказывается медицинская помощь. И вот в прошлом году, поскольку это был стартовый год, и мы очень поздно начали работать в этом направлении, то мы выбрали 22 медицинских организации. И вот весь процесс был обозначен законом, где оператор, который имеет право, он выиграл тендер, и он провел с нашей помощью анкетирование вот в этих 22 медицинских организациях. И мы увидели там и возможность всего. Есть вопросы коррупции, это в анкете, и никуда не денешься. Есть вопросы, где медицину просят защитить или наградить. Но здесь возникает вопрос, а есть ли полномочия у этих ревизоров что-то изменить? У вас есть полномочия? Как можно изменить к лучшему? Как к лучшему, да. Вот сам процесс. То есть мы ежемесячно собираемся на заседание общественного совета. На этот общественный совет мы приглашаем руководство Министерства здравоохранения, людей, которые нам необходимы как эксперты, и те, кто обязаны по долгу своей работы, но обязательно реагировать на те или иные замечания. Естественно, если вот каждый крымчанин захочет посмотреть, где это увидеть, он заходит на сайт Минздрава Крыма, и вот там в шапочке есть многоточие, и вот когда его нажмешь, видно независимая оценка качества. И там видны протоколы, вся работа наша, она прозрачна, она доступна. И там есть, вот допустим, мы 30 апреля провели свое крайнее заседание, четвертое, ну, четвертое месяц, четвертое заседание. И мы там распределили между членами общественного совета все медицинские организации, которые анкетируются в 2019 году. Их у нас 37. И вот эти медицинские организации за нами закреплены, но это не значит, что мы не будем там появляться вместе или как-то. А что мы должны мониторить? Мы мониторим сайт, насколько он доступен. Мы мониторим ситуацию. Извините, вынужден вас прерывать, потому что, к сожалению, время истекло. Одно слово, как вас найти, где обратиться можно? Значит, так же, как ко всем, Минздрав Крыма, общественный совет, и вы можете туда обращаться и получить информацию. Мы заседаем ежемесячно и готовы, если есть такая необходимость, кому-то обратиться, но обращаются к нам. Мы ждем. Обращайтесь, да. То есть жалуйтесь не дома в семье, а, конечно же, в первую очередь, обращайтесь в Министерство здравоохранения. Нет, в анкете. Вот в анкете. Мы уже об этом рассказали. Анкеты всех уровней, то есть и на российском уровне, БАС, ГОФРУ, и крымские. То есть мы доступны и ждем. Я напомню, у нас сегодня в гостях был Станислав Забаштанов, председатель Общественного совета по проведению независимой оценки качества услуг в медучреждениях Крыма при Министерстве здравоохранения Республики. Мы двигаемся дальше, и следующий сюжет называется «Новости интернета». Весна – время косить городские газоны. Но справиться с растительностью не всегда просто. В некоторых случаях трава способна дать сдачи. Иначе как еще объяснить криволинейную траекторию коммунальщика? Сон не всегда рождает чудовищ. Иногда, напротив, способствует созиданию и творчеству. Спящий на клавиатуре кот не только получает удовольствие от музыки, но и воодушевляет хозяйку. Работу инспекторов дорожной службы решил упростить американский инженер Рубен Брюер. Изобретатель создал устройство, которое может заменить полицейского на дороге. Робот проверяет документы, фиксирует правонарушения водителя не хуже настоящего офицера. Увлечение спортом похвально, но не стоит гнаться за высокими результатами после первого занятия. Поспешность может привести к физическим и психологическим травмам. Официанты из Китая в очередной раз удивили мир. Они мастерски меняют скатерти на столах с такой скоростью, что превзойти эту высокую планку удастся немногим. Американка Элла Лондон обожает все оттенки желтого. И уже 11 лет живет в окружении этого цвета. Все от косметики, нижнего белья и до машины излучает солнечный настрой. Многие находят это пристрастие странным, но, по словам Эллы, этот факт ее не беспокоит. Куда важнее жить в гармонии с собой. Некоторые мероприятия не всегда приходятся по душе. Как быть, когда неудержимо клонит в сон, а ударить в грязь лицом нельзя? Автор этого видео, кажется, нашел рецепт, который будет полезен как студентам, работающим по ночам, так и официальным лицам. Да, очень хороший практический совет. Он пригодится, думаю. Прямо сейчас на связи Алиса Троян, наш мобильный корреспондент, которая доложит ситуацию в Симферопольских улицах. Здравствуйте, Алиса. Здравствуйте, коллеги. Я нахожусь на площади Зеленина. Здесь уже идет подготовка полного входа. У меня нашла сегодня генеральная репетиция. С этим были привиты центральные улицы города. Также хочется отметить о том, как необходимо поучаствовать. Для того, чтобы поучаствовать в акции «Бессмертный полк», вам необходимо только иметь портрет своего предка, которым вы гордитесь, который участвовал в освобождении Крыма, России и Советского Союза. Также никакой регистрации не требуется. Начало шествия в 11.00, но в 8.45 будет организация колонны рядом с улицей Чехова. Также организатор отмечает, что запрещена любая политическая и корпоративная символика. Участники с такой атрибутикой будут исключены из шествия. Но, тем не менее, в плаге России, Крыма, Советского Союза и частей, которые освобождали Крым, они, конечно, разрешены, но все равно советуют все-таки ими не особо пользоваться, потому что они будут перекрывать портреты идущих рядом с вами людей, в связи с чем могут возникнуть какие-то недопонимания. Также хочется отметить, что подготовка действительно будет достаточно длительная, поэтому необходимо воспользоваться головным убором и, естественно, взять с собой воду. Дети будут в начале колонны, а вот когда уже будет пройден весь маршрут, который будет начинаться от улицы Чехова через центральную улицу и закончится возле Вечного Огня, то там особо долго не задерживаться, потому что желающих, как показывает практика, в предыдущие годы будет действительно много, поэтому движение будет организовано по часовой стрелке и дольше 15 секунд возле Огня не советуют не задерживаться. Я надеюсь, что вы будете идти вместе со всеми, но если вдруг у вас не будет такой возможности, то помните, что наши телеканалы будут транслировать все в прямом эфире на протяжении всего дня. Коллеги, вам слово. Большое спасибо, Алиса, за полезную информацию. А я ее дополню, потому что как раз у меня есть такая возможность увидеть Симферополь с высоты птичьего полета. И, собственно говоря, что я сейчас и сделаю. Итак, мы видим, собственно говоря, Симферополь, как он есть. Центр города, как и говорит Алиса, перекрыт. Мы видим черные отметки. Это означает то, что движение полностью перекрыто. Там происходит сейчас репетиция главного, генеральная репетиция парада. Но в связи с тем, что центральные улицы перекрыты, мы видим ситуацию на периферических улицах, которые, в общем-то, полностью обездвижены. Они стоят в пробках. Полностью обездвижена площадь имени Куйбышева, улица Киевская, улица Шмидта, соответственно, прилегающие улицы, улица Ленина, по крайней мере, до перекрестка с Красноармейской. Полностью обездвижена Караимская улица, Севастопольская, Козлова. В общем, в городе не самая лучшая ситуация. Мы вчера предупреждали вас, дорогие крымчане и симферопольцы, об этом событии, и рекомендовали вам выезжать на работу несколько заранее, потому что вот такая ситуация, в общем-то, она оправдала себя. Ну, надеюсь, что все попадут на работу вовремя, потому что... Но, с другой стороны, это уважительная причина. Ведь как ты считаешься, Илья? Опоздать на работу из-за Парада Победы? Да. Это, ну, уважительно, если ты, конечно же, работаешь 9 мая, и в итоге ты решил пойти на Парад Победы, а не на работу, я считаю, это уважительная причина, поэтому призываем всех начальников, конечно же, войдите в положение людей. Такое событие, такое мероприятие проходит один раз в году. Дайте возможность людям пройтись в параде. Еще раз напомним, что троллейбусы в Симферополе во вторник временно изменят схему движения. Она будет действовать от начала парада до 11 часов дня. То есть сегодня будьте внимательны, троллейбусы будут ходить немного по другому маршруту, поэтому сразу не паникуйте, когда вдруг вы поедете не в ту сторону. Но вообще это, конечно, касается этих двух дней, 7 по 9 мая. Дороги будут перекрыты, сегодня проходит парад, а уже завтра дороги закроют для того, чтобы там никто не оставлял машины, чтобы потом их не пришлось эвакуировать. Поэтому опять призываем вас планировать свой маршрут. Майские праздники – это большая радость и повод попутешествовать. Куда можно отправиться, расскажет наш корреспондент Ольга Литвиненко. Мы продолжаем открывать чудеса природы и сегодня отправились в удивительное место. Плачущая скала – небольшой заповедник в 15 километрах от Симферополя. Загадочные леса овеяны мифами. Небольшие капли влаги, выступающие по всей плоскости, имеют необычный голубоватый цвет, действительно похожи на слезы. По одной из легенд, скала плачет по убитому здесь когда-то оленю. Здесь можно встретить одиноких путников. Мы случайно познакомились с Максимом Сапильником. У него свое мнение об истории этих мест. Таких мест якобы три в мире. По-настоящему мне так кажется, что с той стороны находится гроз. А это стена, которая закрывает этот гроз, типа бассейна. И она протекла. А с той стороны гроз. А это как бы старинная пирамида воды. Акведук. Об этом свидетельствуют некоторые находки. По всей линии скалы Максим обнаружил остатки глиняных сосудов, как будто вмурованных в толщу скалы и явно сделанных руками человека. Грани, видите? То есть четко сделанные человеком. Это глина, острые углы и так далее. И такие образцы встречаются на каждом шагу. Глина в скале как будто находится на своем месте. Однако мы понимаем, что такого в природе быть не может. Четко видно грани, видите? Археологической поделки, можно так сказать, глиняной. Кстати, видите, глина сделана. И очень леповатый. Такое впечатление, что ее просто руками вот так залепливали, возможно. Наш проводник подробно описывал каждый ярус древней системы. Чем дальше мы заходили, тем больше интересного нам открывалось. Так ведук, он чуть-чуть выше. А это останавливающая часть стены, которая сохраняла большую, мне кажется, очень большую высоту воды там. Природа здесь поистине прекрасна. Дикие пионы, словно ковер, покрывают землю. Пока мы не спеша поднимались по скале, Максим показывал нам большое количество своих открытий. Четко видно, что влитая конструкция. Она не вмурована. То и подтверждает, что это не скала, а бетон. Буквально несколько сотен метров, и мы опять встречаем элементы глины. Они будто вмурованы в большие глыбы. Вот это оболочка трубы, видите? Вот она. А вот это бетон. Вот она, внутренняя часть конструкции, видите, созданная человеком. Тут сам смысл, что все создано, и это глина. Возможно, прямо под нами находится часть древней технологической конструкции, которая сейчас скрыта от глаз. Под нашими ногами прямо сейчас находится водонасосная станция. Вот сюда вниз опускались трубы, внизу двигатели какие-то доисторические. И все это работало. На этом участке балки мы ходим очень аккуратно. После сильных дождей часть земли обвалилась. Риск провалиться довольно большой. Здесь обвал туда уходит. Наверное, скоро появится проход. Вот обратите внимание, там щели такие, как будто комнаты существуют. Удивительный камень, расположенный у подножья скалы, напоминает купель в перевернутом виде. Если этот идеальный квадрат мы виртуально ставим наверх, то что мы получим? Идеальную квадратную нишу. В нее можно или поставить что-либо, или же использовать как купель. Научные сотрудники считают, что это место действительно уникальное. Скала находится в равниной местности. В природе такое явление можно редко встретить. Николай Благо дважды ходил в экспедицию, изучал Плачущую скалу. Здесь аномалия только в том, что живописность. Вот аспект живописности. И вот такое скальное обнажение для перехода предгорного Крыма в равнины, вот в этой долине конкретно. То есть можно проходить там километрами. Рельеф уже совсем не тот. Плачущая скала таит множество секретов, раскрыть которые поможет только время и тщательная работа ученых. Ольга Литвиненко, Алексей Семенов. Утро нового дня. Прямо сейчас я предлагаю связаться с новостной студией, где нас уже ждут наши коллеги. А именно Гульнара Юдина. Доброе утро, Гуль. Доброе утро. Доброе утро, ребята. Как началось утро нового дня у вас? Отлично, вы знаете, с чашечкой кофе, бодренько. Успела даже огород полить. Отлично. Гульнара, маленький вопрос. Мы сегодня обсуждали оценку качества медицинских услуг. Скажите, как вы оцениваете ее в своей районной поликлинике? К счастью, я не хожу по поликлиникам. Наверное, у меня нет времени на болезни. На самом деле, была как-то, случайно заходила с подругой. Хотелось бы, чтобы в наших поликлиниках все-таки уже во всех была электронная очередь. Это очень удобно. Скажите, что у вас сегодня на повестке дня? Вот в этом утреннем выпуске новостей мы расскажем, как решают дорожную проблему в селе Багерово, где еще в апреле заблокировали один из проездов. Вы узнаете о недвижимости недавно избранного президента Украины Владимира Зеленского на полуострове. Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых свежих новостей. Не переключайтесь. Спасибо большое за такой обзор новостей. Ну а далее желаем хорошего эфира, а мы уже постепенно завершаем наш эфир. К сожалению. Хотя, Саш, знаешь, вот мы сейчас говорили с Гульнарой, и я считаю, что ее надо обязательно к нам как-нибудь пригласить и узнать ее рецепт, как же не болеть. Хотя, может быть, она просто, когда болеет, не ходит в поликлинике и занимается самолечением. Вот надо будет уточнить. В таком случае, я думаю, что ответ на эти вопросы может дать доктор Левин в своей программе, которая выходит каждое воскресенье на Первом Крымском. В частности, в это воскресенье будет поднята очень актуальная тема, какая, смотрите, собственно говоря, в воскресенье в 10 утра. Мне уже интересно. Я обязательно посмотрю. Безусловно. Вопросы здоровья – это очень важно. Ну и очень важно – это то, что сегодня мы провели это утро с вами, а вы с нами. Надеюсь, нам удалось вам поднять настроение. Мы с вами встретимся непременно, совсем скоро, буквально завтра. И снова будем рады поведать вам самые актуальные и интересные новости, которые только произойдут за сутки. Ну, это будет завтра. А сегодня мы вам говорим до свидания, до завтра. Всего хорошего, хорошего продолжения этого дня. Хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»